А хотели бы вы понять, как одевается настоящий большой человек? Да мы вам это сделаем легко. Проще было бы в Америке, там плотная нация. А у нас проще в магазине хип-хоп на Ворошилова 29. Так вот о чем мы сейчас говорим? О том, что хорошего человека должно быть много. То есть во мне метр семьдесят пять. И по сути событий вес у меня должен быть семьдесят восемь килограмм. К сожалению, я же хороший человек, большой человек. У меня немножко перебор веса, то есть я девяносто восемь килограмм вешу. Но мы пришли в магазин хип-хоп для того, чтобы показать вам настоящего человека, который еще больше, еще добрее, чем я. Потому что он одевается здесь. Потому что он прекрасно понимает, что в действительности другого места для нормальных и в меру полных людей не существует. И вот мне часто говорят о правилах. Я бы их по сути начал соблюдать, но не получается. Мне говорят, что человек не должен быть полным. Но косяки, по сути, случались у людей меньшего размера. Большими размерами отличались богатыри русские, а меньшие. Сто шестьдесят пять. Ленин. Сталин. Сто шестьдесят. Наполеон. Сто пятьдесят восемь. Гитлер. Сто шестьдесят три. Нравится вам? А мне-то нет. Сказок было море. Результат нехорош. Чем хорош богатырь? И руками в том числе. Вот для таких богатырей существует магазин хип-хоп. Но самые крупные богатыри – это наши баскетболисты. Так вот, я посмотрел, и вы подивитесь. Так получается, да? То, что все, что на мне, это куплено не в России в том числе. Вот это в Турции куплено, это в Турции куплено. Бейсболка куплена в Гре. Она куплена в Египте. Котлы на мне, да? Тоже турецкие. Вот, что еще? Ну, сандали тоже турецкие, да? То есть, так получается, что по сути событий… На сцене вообще все не российское, естественно. То есть, мы одеваемся где? Мы одеваемся, извините, за рубежом. Возникает вопрос, как туда ехать, да? Вот, допустим, проблема в чем заключается здесь? Можно туда съездить? Вопросов нет. Но вопрос, вы затратите какое-то количество денег, да? То есть, это у вас билеты, естественно. Это визы там. Кстати, если вы поедете в Китай, виза вам 100% нужна. Вот, в Турцию вы можете слетать. Но, опять же, и билеты, и все остальное. Если пока у вас нет времени, и вы не хотите покупать ничего такого, но хотите покупать по турецкой цене, ну, с небольшим достатком, то проще магазина хип-хопа нету. К слову о том, насколько здесь хорошие товары. Ну, метр семьдесят пять, да? Большего нету. О! Сейчас покажу. Вот-вот-вот. Я покажу, что такого. То есть, я к себе опускаю. К себе, да? То есть, метр семьдесят пять, да? Это должна быть талия. То есть, человек должен быть на метр двадцать двести. Нормальные штаники, они здесь есть. Ну, а пока вы подивились, я обращаю ваше внимание на качество. То есть, здесь оно исключительное. Хозяйка ездит и привозит супервещи. Вы хотите, чтобы ваш богатырь выглядел круто? Так сюда, к слову, о ценниках. Во-первых, сколько лет работает хип-хоп? Да столько же, сколько и я. Как только границы открылись, так и я в бизнесе. То бишь, цены основываются на спросе. А спрос велик. И цены низкие, как никогда. Вы, конечно, хотите за бугром поискать. Вот вы только забыли, что любой выезд за бугор – это сумма от тысячи долларов. Перемножьте на наш курс шестьдесят шесть тысяч. Есть у вас такая? Или проще здесь купить по цене Турции и Китая? То есть, о чем мы говорим? О том, что это круто? Да, это действительно круто. Мне нравится здесь одежда. Самое главное – не нужно никуда ехать, не нужно тратить деньги. Можно все найти здесь. И причем за очень приемлемые цены. Поэтому, если хочешь выглядеть летом ярко, сочно, красочно, наверное, все-таки идти в хим-хоп. Вопрос другой. Вы же большой человек, да? Да. Представляете, да, вот вы куда-нибудь поехали, да, а там же очень сложно где-то все дело найти, да, в любом месте, правильно? Ну да, конечно, я согласен. Очень сложно найти для себя и одежду, и обувь, потому что размеры, ну, я бы не сказал, что они плохие, они просто другие. Вот, поэтому нужно лютый час, как бы, потратить на торговые центры для того, чтобы хотя бы что-то подходящее найти, и то не факт, что это подойдет. Поэтому я знаю, где точно я себе что-то куплю. То есть, я ни разу отсюда не уходил без покупки. Итак, работа для всех. И работает магазин «Хип-хоп, что на Ворошилово-29». Представляете, в городе сколько магазинов по продаже одежды? Я туда не лезу. Эту пальмового первенства я отдаю СТС и ТНТ. Почему они лезут в мой труд, я не понимаю. Город Магнитогорск небольшой. Я занимаюсь результатом. Дешево и для вас. Потому как кто-то хочет одеваться круто. Так вот, вперед, в СТС и ТНТ. И вот вам вариант работы с «Хип-хопом» на «Ворошилово-29». Вы одеты грамотно и качественно. И не за дорого. Конечно, магазин «Хип-хоп» хороший за тех, кто больше, чем я. Но с другой стороны, вы видите все те куртки, в которых я одеваюсь, да? Я вам объясню. Некоторое количество курток я купил себе в китайском торговых рядах. То есть у нас вьетнамцы приезжают, и вот их можно было в свое время так и купить. Потому что кое-что там косячное было, да? И вот все те вещи, которые вы видите, да, там «Феррари», «Якогама», это оттуда. Другие вещи я купил в других местах. Это была Индия и Таиланд. Все остальное я купил себе здесь. То есть все мои пуховики – это здесь. Некоторое количество толстовок я себе тоже здесь купил. То есть вы можете прийти сюда и не только как человек сверхбольшого роста. Вы можете прийти и такого небольшого роста, как я. То есть метод 75. И купить себе все, что хотелось бы.